В эфире 591 выпуск открытой политики И он посвящен оперативному совещанию в правительстве Которое состоялось 13 мая 2024 года Начал оперативку Хабиров, как водится, с кадровых перестановок Не удалось ему обойти стороной скандальный арест полуголову министра транспорта Клебанова И об этом событии Хабиров высказался так Я немедленно уволил Клебанова, так как состав преступления, который инкриминирован ему, категоричный и нехороший Видимо, составы преступлений, по которым осуждены или сейчас судятся Беляев, Кучербаев, Авзалов, Булышев, Прочаковская Это в представлении Хабирова вовсе не преступление Ну или у этих преступлений состав хороший, как он считает Потому как вышеперечисленных товарищей Хабиров не стал спешить увольнять с их должностей Вплоть до оглашения приговоров некоторым из них Вот такая вот дифференциация преступлений есть у юриста Хабирова Есть хорошие преступления, а есть нехорошие Сообщил Хабиров и о том, кто заменил Рустема Авзалова на посту министра туризма и предпринимательства Новым министром стала неожиданно глава Кигинского района Зухра Мавлидбаевна Гордиенко По словам Хабирова, Зухра Гордиенко так чудесно 4 года руководила Кигинским районом Республики Башкортостан Что Кигинский район теперь процветает Ну и самое время госпоже Гордиенко теперь заняться восстановлением процветания туризма и предпринимательства Республики Башкортостан Судя по логике Хабирова Напомним, что Рустем Авзалов, покинувший пост министра туризма и предпринимательства Теперь возглавляет рекфонд Республики Башкортостан Будучи все еще подсудимым по суду, который его обвиняет в нецелевом использовании средств в городе Сибае Суд этот как-то подозрительно затянулся И судя по всему Авзалова ведут к какому-то очень оправдательному либо очень легкому приговору Или хуже того вообще к истечению срока давности по этим деяниям Авзалов и заместитель министра транспорта и дорожного строительства Жульков Все еще находится под судом В целом вступление к оперативному совещанию у Хабирова получилось каким-то уж удивительно кратким и очень сумбурным Ради Фаритович то поздравлял кого-то с днем рождения То пускался в рассуждение о том, как прекрасна была очередная инаугурация Путина То давал какие-то совершенно невнятные оценки кадровым назначениям федерального правительства Завершил же свой вступительный хаос Хабиров заявлением по поводу прилета вражеских БПЛА по предприятию «Газпрома» в городе Салавати Выделим из его комментариев по поводу этого тревожного события несколько пунктов Сам факт атаки на нефтехимическое предприятие Хабиров назвал террористическим прилетом Вот такая у него терроринология Подчеркнул Хабиров, что благодаря системе безопасности беспилотные летательные аппараты противника Хоть и преодолели полторы тысячи километров, но существенного ущерба предприятию нанести не смогли Собственно сам ущерб нигде никак не описывается и мы можем его оценивать только со слов Хабирова Также Хабиров отметил, что с учетом уроков первого прилета Оборону предприятий в республике Башкортостан стоит усилить Хабиров, правда, не пояснил за чей счет и каким образом А далее Радифаритович и вовсе сделал два неожиданных заявления Цитирую дословно «Война идет дальше, и никто не говорил, что не будет вот так» Конец цитаты Ну, тогда сразу два вопроса, Радифаритович СВО, это теперь уже точно война? И называть СВО войной можно, и нам за это ничего не будет? Хотелось бы уточнить Вот Радифаритовичу уже можно называть СВО войной И второй вопрос Тогда скажите уж, в конце концов, как же на самом деле будет, если никто не обещал, что так не будет? А то вы все больше оправдываетесь, что никто ничего не обещал Ну, кое-кто нам вообще-то обещал и Киев за три дня, но вот как-то не сложилось Так что вот здесь вот Радифаритович, конечно, сделал действительно громкие заявления Особенно в части того, что СВО теперь, ну, почти официально называется войной Получение актуальной и правдивой информации в современном мире Это базовая потребность цивилизованного человека Потому, если вы хотите удовлетворять эту потребность вовремя и в срок Не забывайте материально помогать нашему каналу Сделать это можно единственно доступным способом Через расчетный счет, который мы вам демонстрируем А также вы можете найти этот расчетный счет в описании под каждым видео на нашем видеоканале Заранее всем большое спасибо за то, что вы продолжаете помогать нашему каналу Продолжаете помогать ему существовать и распространять правдивую, объективную информацию Давно мы не видели на оперативных совещаниях министра ЖКХ Ирину Голованову Не было ее на оперативном совещании и в этот раз Последний раз Ирина Александровна выступала на оперативном совещании почти месяц назад Аж 15 апреля Что случилось непонятно Мы начинаем тревожиться Уж не заболела ли Ирина Александровна Вместо нее докладывал Хабирову Юрий Палтусов, заместитель министра И он поведал о неизменном порядке в жилищно-коммунальном хозяйстве республики Будто бы подчеркивая абсолютную никчемность Головановой в этой отрасли Всего-то две какие-то или три незначительные аварии за неделю Все дворники и без Головановой продолжают махать метлами Несмотря на неуклонное снижение их численности С момента, когда мы слышали последний доклад Ирины Александровны Количество дворников в республике Башкортостан уменьшилось аж на 20% Это исходя из той статистики, которую нам поведал Палтусов Содокладчиком по этому докладу у ЖКХ было Министерство транспорта и дорожного хозяйства Но в назначенной исполняющей обязанности министра Любовь Викторовна Минакова Как говорится, доложила и сделала свой первый дебют в этом жанре В докладах на оперативном совещании Она, правда, была как-то раз вместо того самого Клебанова Но все-таки в ранге заместителя министра Любовь Викторовна не стала менять порядка докладов И доложила, собственно, только о ситуациях на дорогах в части ДТП, смертности и травматизма ДТП случилось за минувшую неделю 35 В них пострадало 41 человек и четверо погибли Прирост численности погибших к статистике прошлого года плюс 34 человека Разрыв статистики нарастает на самом деле И количество погибших на дорогах в этом году, конечно же, превысит количество погибших на дорогах в прошлом году О ремонте и строительстве дорог Минакова в своем докладе в этот раз ничего не говорила Но на этой оперативке ей был уготован еще один доклад про ремонт так называемых фонящих дорог И мы о нем поговорим чуть позже Следующий доклад делал министр сельского хозяйства Ильшат Илдусович Фазрахманов И вновь заговорили о попытке запустить весенние полевые работы И пересеять вымерзшие озимые, которые зачем-то в прошлом году были в огромном количестве посеяны на территории республики Ильшат Фазрахманов поведал о героической схватке с коварными климатическими кознями природы Заявил о том, что в республике, как он выразился, достаточно большие повреждения Ну, речь идет о вымерших озимых, и это целых 14 тысяч гектаров Правда, Фазрахманов поклялся, что будет работать на максимальных мощностях Судя по уклончивым оценкам ситуации, со стороны министра Башкирия рискует в этом году лишиться существенной части урожая сахарной свеклы и масличных куртур Зерно кое-как вытянут, судя по всему, без рекордов, но урожай будет Однако остается вопрос, куда его девать? На этот вопрос ответ Минсельхоза так и не нашелся в течение последних трех сезонов Ну, приходится, как известно, зерно героически собирать, а потом героически же сгнаивать в гуртах прямо под открытым небом Возникает, с чем совершенно, наверное, резонный вопрос Стоит ли тратить ресурсы на выращивание этого зерна, если результат только рекордный чудо-урожай и потом невозможность его куда-либо сбыть? Мудрые действия руководства страны сделали невозможным не только сбыт излишков газа, нефти и топлива за рубеж, но и продажу зерна, как известно Потому что все эти зерновые сделки в конце концов загнулись и Россия, являясь крупнейшим производителем зерна, теперь не знает, куда его девать Вот в связи с чем и вопрос, а стоит ли отвлекать гигантские ресурсы, тратить огромные деньги на то, чтобы потом это зерно сгнаить в гуртах под открытым небом? В этот раз на оперативном совещании было кое-что необычное В отдельный доклад выделено было выступление министра и руководителя комитета по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первого Обычный его доклад идет в числе докладов по ситуации на дорогах и в ЖКХ, но теперь ему дали отдельное слово Кирилл Первов сообщил, что за минувшую неделю случилось в Башкирии аж 377 пожаров Есть погибшие в Билибее и Уфе, и возросшее количество пожаров может быть связано с активным использованием кустарных обогревателей в период резкого похолодания Ну а также с интенсивным употреблением алкоголя населением в этих самых бесконечных майских праздниках Лесных пожаров в республике Башкортостан в отчетный период не случилось, слава богу Но сильным ветром сорвало три плохо привязанные крыши с ферм и одну крышу со школы в селе Старый Турбослы Местные власти, по словам Кирилла Первого, спешно привязывают крыши обратно Отчего-то Кирилл Первов не причислил к чрезвычайной ситуации прилет БПЛА на предприятие Газпрома в городе Салавати И ничего об этом не рассказал, хотя следовало бы, пожалуй, рассказать Жители Салавата и окрестностей жаждут узнать о перспективах своего проживания в районах, доступных теперь для летающих террористических объектов Хабиров, комментируя доклад Первого, сказал, что снижение на 22% количества смертей на пожарах Это, конечно, хорошо, но не шедеврально, как выразился Хабиров Хабиров остался недоволен статистикой гибели на пожарах из расчета на 100 тысяч населения Оказалось, что этот показатель в 10 раз выше в Башкортостане, чем в некоторых регионах Российской Федерации Также Хабиров предложил внедрять GPS-извещатели Вместо тех мини-сирен, которые так долго и упорно, по сути, внедряли работники и сотрудники Башкирского МЧС Я помню бесчисленные доклады предыдущего министра по чрезвычайным ситуациям О том, как они эффективно и многочисленно внедряют эти пожарные извещатели Которые, собственно, приобретались за бюджетные средства Надо бы очень подробно разобраться, по каким ценам закупались эти пожарные извещатели И по каким ценам они на самом деле продаются Складывается впечатление, что основной задачей МЧС в тот период, когда был предыдущий министр Было, ну, как можно больше закупить за бюджетный счет вот этих вот извещателей Теперь Хабиров анонсирует использование более сложных устройств, GPS-извещателей Ну, понятно, они на порядок дороже и, видимо, более доходные при закупке в огромном количестве Также Хабиров посетовал, что в Самаре при наличии Великой реки Волги На воде гибнет в пять раз меньше людей, чем в Башкортостане, опять же, из расчета на те самые 100 тысяч населения И Ради Фаритович инновационно предложил создать мобильные посты спасателей на воде Закупить для этого автомобили, оборудование, прицепы и так далее, и так далее Но речь идет опять об очередном освоении бюджетных средств Далее случился доклад, тот самый доклад о ремонте дорог новой министерки транспорта и дорожного строительства Любовь Викторовна Минакова почему-то не стала рассказывать о всех аспектах ремонта дорог в республике А заговорила только об том самом проекте, который Хабиров назвал «фонящие дороги» Для тех, кто забыл, напомним, в 2022-2023 годах Хабиров создает странный непрозрачный фонд Скидывает туда 4 миллиарда рублей и начинает его осваивать на ремонте дорог В итоге, по словам Минаковой, за 4 миллиарда рублей удалось кое-как отремонтировать 183 километра То есть ремонт одного километра обходился в среднем в 22 миллиона рублей Но при этом не все работы были выполнены в срок, некоторые вообще не выполнены Минакова не стала говорить, что деятельность смутного фонда уже заинтересовала правоохранительные органы Но неохотно признала, что план освоения этих 4 миллиардов вовсе не был выполнен Ряд контрактов сорван или расторгнут Но министерство в лице Минаковой клянется завершить освоение этих средств в 2024 и 2025 годах При этом фонящие дороги еще потребуют в ближайшее время дополнительных 3,4 миллиарда рублей Дорога Сибай-Акьяр все еще продолжает достраиваться и ремонтироваться Но и в 2024 году работы не будут закончены Обещают выполнить, может быть, в 2025 Хабиров в ответ разразился гневным спичем о том, как ужасно была организована работа по ремонту и реконструкции дороги Сибай-Акьяр И как еще сорваны работы на дорогах, например, Стерлитома-Краевка Сарбиль-Кувандык, Уфа-Бирский-Наул Иглено-Кляшево, Иглено-Красный Восток и на многих других направлениях Хабиров призвал Минакову разгрести тяжелое наследие взяточника Клебанова Минакова же в ответ технично двигала головой в такт поручениям дорогого Радио Фаритовича Но вот вопрос. Разруха в дорожной отрасли Республики Башкортостан Которая вскрылась якобы вот только сейчас с арестом Клебанова Это ведь точно не вина одного Клебанова А скорее всего, это итог всех пяти лет правления Хабирова ознаменовавшегося чудовищным казнократством по всем направлениям Но не мог один Клебанов нанести такой космический ущерб целой дорожной отрасли Республики Башкортостан Надо, как говорится, копать глубже Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова